Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Идею проведения года литературы Владимир Путин озвучил еще в ноябре 2013 года на Российском Литературном Собрании. Государство намерено вплотную заняться решением проблем литературной сферы и стимулированием самого интереса россиян к чтению. Сегодня в нашей студии Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького. Давайте начнем с хорошей новости. Хорошо начался год, очередной день рождения. Как вы его отпраздновали? Кто сегодня приходит к вам в гости? Да, мы отпраздновали свой 157 день рождения. Это одна из старейших библиотек страны. Мы начали Новый год очень интересно и очень интенсивно. Все праздники библиотека работала, к нам приходило много читателей и сейчас залы библиотеки заполнены читателями. Прежде всего это молодежь, наши уважаемые ветераны, все те, кто стремится почерпнуть настоящее знание, которым можно доверять через книгу, через ресурсы удаленного доступа к литературе. Мы этому очень рады. И те показатели нашей работы, те результаты, которых достигла библиотека в 2014 году, вселяют в нас уверенность, что и наступивший год литературы будет весьма интересным и результативным для наших дорогих читателей. Молодежь уже привыкла ко всему электронному, но запах книги, ощущение, вес книги, сама атмосфера, тем более ваша библиотека, она давно шагнула вперед. Мы не ставим задачу только такую, чтобы молодежь вернулась к чтению бумажной книги. Мы ставим перед собой только реальные задачи. На самом деле библиотека заинтересована в том, чтобы люди и молодежь в том числе читала. Более того, обращение к электронной книге сделало чтение более популярным среди молодежи, в молодежной среде. Молодежь, так же, как и взрослые, люди старшего поколения, многие приходят в библиотеку за учебной литературой, художественной литературой на традиционных бумажных носителях. Но это не значит, что чтение электронных книг делает его менее, так скажем, интересным или менее результативным. Важно, чтобы население нашей страны, нашего региона и города Рязани читала книги, потому что обращение к хорошим текстам, к хорошей литературе прежде всего нужно и важно для человека читающего. Именно через чтение развивается человек, особенно молодой человек. Не случайно говорят, что нужно вызвать интерес к чтению у ребенка до 5-7 лет. У него должна сформироваться потребность в хорошем слове, в звуке читающем. Конечно, чтение на бумажных, в традиционном бумажном виде или на бумажных носителях, мне не очень это вот такое профессиональное сочетание новой нравится, но это совершенно не важно. Более понятно людям старшего поколения, но и оно приходит сегодня в библиотеку для того, чтобы научиться читать на электронных носителях. И мы эти услуги оказываем. Библиотека сегодня предоставляет большие возможности для получения информации именно через удаленный доступ к текстам. И это правильно, потому что цена книги сегодня очень высока. И доставить во все библиотеки страны или регионы даже одну книгу в печатном, бумажном виде – это очень дорогостоящая история. И поэтому сегодня и Министерство культуры Российской Федерации по заданию правительства Российской Федерации разработала новый проект Национальной электронной библиотеки – НЭП. Об этом вы, в частности, говорили с Дмитрием Медведевым на пресс-конференции. Да, я была приглашена на встречу председателя правительства с руководителями ряда центральных, федеральных и региональных библиотек, где обсуждались вопросы состояния библиотечного дела. И, в частности, представлялся новый проект – Национальной электронной библиотеки. Так вот, этот ресурс, который сегодня создан и был представлен в Москве, в Российской государственной библиотеке, дает возможность всем жителям страны, от Камчатки до западных рубежей, от Севера до Севастополя, всем жителям, имеющим доступ к интернет, со своих электронных носителей зайти на сайт, на портал Национальной электронной библиотеки, определить, есть ли эта книга через электронный каталог, и в случае ее присутствия в оцифрованном виде в этой библиотеке иметь доступ к этой книге и работать с ней. Уже сегодня 27 библиотек, в том числе и наша, и еще 6 федеральных библиотек, представили свои оцифрованные электронные ресурсы. Я хотела бы сразу сказать, что это прежде всего научная, образовательная, учебная литература, прежде всего, затрагивающая краеведческие данные, весьма интересные, которые выставлены в доступном для всех виде в сети интернет. И любой житель России может зайти на эти странички Национальной электронной библиотеки и ознакомиться, прочитать то, что ему интересно и нужно. Это, конечно, значительно, в значительной мере сокращает расходы на издание печатной литературы, хотя сам по себе проект очень сложный. Тут нужно согласовать и авторское право, те нормативные вопросы, которые регулируют систему авторского права. Но, тем не менее, сегодня уже принято решение о 10-процентной оцифровке всей выходящей в стране литературы, для того, чтобы она была через сеть интернет доступна всем желающим. Но это не говорит о том, что посещать библиотеку будут реже. Если мы все можем сделать дома, зачем тогда идти в читальный зал? Дома мы можем сделать, конечно, многое. Но библиотеки появились на заре человеческой цивилизации. И я не думаю, что мы так... Расстанемся быстро. Да. Вот легко. И только потому, что появились у нас эти самые гаджеты, расстанемся с библиотекой. Более того, в европейских странах, где система интернет-коммуникации развита более серьезно, чем у нас, и страны меньше, и возможностей технических, они в этом плане работают больше. Тем не менее, библиотеки там всегда, и сегодня на этом фоне, они живут и развиваются. Будет то же самое и у нас. Потому что помимо того, что есть все в интернете, хотя на самом деле там не все есть и не все достоверно, нужен всегда человек, который мог бы помочь сориентироваться в этом большом пространстве, определить, какому источнику... Это огромная заслуга ваших работников, найти нужный абзац из миллиона. Помочь найти издание, определить, насколько достоверно и насколько полно можно ему довериться. Найти альтернативные точки зрения. Поэтому библиотека – это не просто стоящие на полках книги и хранилища книг. Это квалифицированнейший персонал. Библиографы, которые знают толк в этом деле, могут проконсультировать и помочь. Даже в интернет-пространстве надо уметь находить то, что тебе нужно и полагаться на то, что это достоверно. Поэтому это во-первых. А во-вторых, библиотека – это не просто сегодня хранилище книг. Это важнейший социальный институт, где идет процесс постоянного работы просвещенческой, образовательной. Это культурный центр, где все желающие могут себя реализовать. В условиях интернет-зависимости мы уже перестали и будем скоро плохо понимать друг друга, если мы не будем с вами, вот как мы с вами сейчас, просто общаться, а не писать друг другу электронные письма. Поэтому это важнейший институт по обучению чтения, продвижению чтения, популяризации книги, возможность реализовать свой творческий потенциал, предложить творческие проекты. Вы посмотрите, у нас в библиотеке устраиваются фото-выставки, художественные выставки, выставки рукоделия. Реализуют свой творческий потенциал люди с ограниченными возможностями здоровья, представители разных национальностей, приходят писатели, поэты. Мы можем задать вопросы людям компетентным, поспорить вот здесь вживую. И эти возможности библиотек именно с активизацией развития сети интернет будет возрастать. Мы нуждаемся в этом общении, мы нуждаемся в красивом звучащем слове. И мы хотим общаться с людьми, которые могут нам дать необходимую информацию в живом человеческом общении. Спасибо вам за эти 10 минут. Давайте пожелаем больше читать хороших книг. Это была программа подробностей. Смотрите нас на сайте и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова